Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». И сегодня вместе с нашей главной героиней Мариной Романцовой я приглашаю вас в путешествие по маршруту Петербург-Москва. С Мариной Романцовой мы встретились, как и полагается, наверное, творческим людям прямо за первым от сцены столиком. Зрительный зал еще пуст, и почему бы за чашкой кофе не предаться лирике? В ее творчестве лирики много. Главная тема, конечно, любовь, в том числе ее собственная. И это очень смелое решение позволять слушателю заглянуть в святая святых, в душу автора-исполнителя. Они, наверное, не похожи на те клипы, которые в шоу-бизнесе сейчас снимают, потому что они как маленький короткометражный художественный фильм. То есть там четко видно, что вот то-то, то-то, то-то произошло, и чем это закончилось. Героине клипа, давшего название целому диску, определенно угадывается сама Марина. Много лет назад девушка из провинциального городка Рязань готова была променять «Белые ночи» и «Туман с Невы» на простое женское счастье. Я вроде бы как собралась уехать, но я еще сомневалась, что стоит ли мне уезжать туда постоянно. Убежала, убежала, но зачем убежала? От банально глупых тем пусто стало быть с тобой, но без тебя убежала от судьбы и от себя. Но все сложилось иначе. Отчалив от родного берега, она стремительно ехала к новому, настоящему счастью. Сначала я думала в Москву поехать, ездила в Гнесинку, брала частные уроки. Ну, потом как-то вот приехала в Питер, ну, тоже какие-то курсы, сейчас уже не вспомнить. Мне просто очень понравился город, понравились педагоги. Она старается приезжать в Рязань по мере возможности. Здесь живут родители, много друзей. И, конечно, гастрольный тур просто не мог начаться с другого города. Буквально вот с таким радостным событием я приехала в Рязань, чтобы сделать своим землякам подарок, презентацию своего авторского диска. И вот, собственно, именно с Рязани хотелось бы начать гастрольный тур и уже потом продолжить его там к другим городам. Последняя песня «Петербург, Москва», она была написана в 2001 году, то есть прошло уже 12 лет. А другие песни были написаны еще раньше, естественно. Я тогда была и моложе, и наивнее. Но почему-то вот все равно они мне близки, и мне кажется, что они найдут отклик. В сердцах людей, которые их услышат. Марина честно признается, с тех пор почти не писала ничего нового. Пожалуй, только на заказ. Но раннее творчество настолько пришлось по вкусу коллегам и слушателям, что его хватило на два сольных диска – «Желтые листья печали» и «Петербург, Москва». Только официальная подготовка к презентации шла около трех лет. Аранжировали и спели по-новому. Популярная музыка, но в том числе много лирики, скажем, такие эстрадные баллады. Ну, тема, конечно, главная – любовь. Любовь разная, счастливая, несчастная. Но в целом, я бы сказала, песни достаточно светлые. Дождь с окном мне навеял былую печаль, А листопад мне напомнил прошедшую боль. Только теперь мне, наверное, нисколько не жаль, Что никогда не вернуть наших встреч нам с тобой. Сегодня Марина – успешная певица, Которую любят и знают в Рязани, Москве, Питере. Нет, она не собирает стадионы, Но точно знает, что люди придут именно на нее. Бывает концерт в Питере, Потом сажусь в поезд, Ночью в поезде, Утром приезжаю здесь выступление, Потом обратно в поезде ночую, Обратно в Питер, вот так вот. С таким графиком и без курьезов не обходилось. Был смешной случай, но это здесь еще в Рязани. То есть собиралась я куда-то рано утром, Мы встали, наверное, в 5 утра, Меня пригласили в жюри на детский эстрадный конкурс, Мы поехали в Шацк. У меня было два мешка стояли, Просто после этого конкурса у меня должен был быть еще концерт. Я в один мешок сложила свой концертный костюм, А в другой мешок я сложила вещи, Ну, такие для химчистки. У меня тогда был кот, И такие очень были вещи грязные, Все в кошачьих волосах. Естественно, классика жанра. По ошибке перепутала пакеты. Приехала на концертную площадку, А там сюрприз. Я вот на это смотрю, То есть я не понимаю, что это, Но я думаю, а как же мне это одеть? Как мне в этом выйти? Город на Неве давно стал вторым домом. Появилась своя небольшая студия, И главное, компания соратников. В Рязань мы приедем дуэтом с Юрием, Также будут у нас музыканты здесь из Рязани выступать. А так у нас еще есть барабанщик, клавишник, басист. То есть мы выступаем иногда живым коллективом. Также вот пианист у нас, Очень хороший пианист-импровизатор. Импровизация вообще их конюк. Они с удовольствием исполняют те песни, которые попросят. Но иногда просят наши песни исполнить. Говорят, ой, давайте еще. О сцене Марина грезила с детства, Но проблема маленьких городков – Недостаток должного образования. Ее мечтой был именно эстрадный вокал. У меня мама музыкант. Но, правда, она немножечко в другом направлении. Она всю жизнь проработала в детском саду музыкальным руководителем. Но все же, наверное, она способствовала моему музыкальному развитию. Примерно тогда же в юности родилась мечта о саксофоне. Тогда было тяжело в 90-е годы. Не было возможности купить этот инструмент. Даже не то, что купить, а вообще просто достать. И как-то вот эта детская мечта тянула сквозь годы. И я все думала, надо бы, надо бы. Сегодня этот инструмент в руках Марины – изюминка любого выступления. Ей вообще нравится удивлять своих поклонников, судя по отзывам на сайте певицы. Всегда старается дать больше. Не знаю, может быть, это неправильно, но мы действительно не рвемся. То есть, вот, знаете, по молодости, наверное, хотелось так вот, да, вот в Москву, туда. А как-то потом какая-то переоценка произошла, что в жизни много интересных других вещей. Например, я очень люблю там часто выезжать на природу, просто вот люблю тишину, лес. Мне кажется, что шоу-бизнес вот такой жесткий, он предполагает, что вообще отсутствие свободного времени и какой-то личной жизни. А мне кажется, все-таки должно в человеке быть гармонично все, сочетать и творчество, и отдых. Она из тех немногих, у кого это получилось. У Марины прекрасная семья, любящий муж и две очаровательные дочки – Катя и Николь. Катюше вот будет 9 лет, причем так совпало, что концерт как раз попадает на ее день рождения, 10 января. Младше всего 5, и они обе очень музыкальные. Во всем хотят быть похожими на маму. Я очень люблю свой дом, очень люблю именно заниматься домом, люблю готовить, люблю, чтобы дом был уютно, чистенько, чтобы гости почаще приходили. Это, кстати, рязанская традиция, и Марина гордится, что удалось приобщить своих питерских друзей к домашним застольям. Зато каждое выступление на теплоходе – как дома. Наших туристов ни с кем не перепутать. Они любуются видами, я там для них играю на саксофоне, пою, но как они принимают? Это что-то, они просто там подпевают каждую песню, они хлопают, они танцуют, и все это происходит в 9 утра. Представляете? Только рязанцы могут в 9 утра уже быть бодрые, веселые, улыбчивые и зажигать на корабле. Вот Питер – это совершенно сонный город. Там, не знаю, раньше 12, даже просто неприлично кому-то звонить утром. Было время, она, как и многие, искала удачу на кастингах и пробах. И сделала только один вывод – делать там особо нечего, но лучше попробовать, чтобы не жалеть об упущенной возможности. Хорошо, если удается, кому-то действительно везет. Но вот при мне был такой случай, мы там стояли в коридоре, там толпа людей, вышел продюсер такой, посмотрел по всем глазам, и выбрал вот чисто внешне, вот ты, говорят, ты и ты. Так, пошли. То есть я так понимаю, что все-таки в шоу-бизнес берут, прежде всего, наверное, человека не по каким-то там вокальным данным, или просто нужен определенный типаж для определенного проекта, который уже заранее сформирован. Да, именно уже заранее он сформирован у продюсера. Допустим, такой проект хотят сделать, там три красивых девушки исполняют песни. И они уже выбирают просто вот по типажу. Концерт Марины Романцовой и ее коллектива в Рязани состоится 10 января в МКЦ. И в зале точно не будет свободных мест, ведь дома даже стены помогают. Петербург-Москва. Петербург-Москва соединить нельзя. Петербург-Москва. Петербург-Москва. Субтитры сделал DimaTorzok